Всем привет, дорогие друзья, любители дефрага, светящихся текстурок и египетского стиля. Добро пожаловать на обзор варкапа под номером 219. Стрейфкарта, есть очень классные демки от Никиты и от Хейста, кто их знает, те прекрасно понимают о чем я, а кто не знает, те посмотрят в конце обзора. В общем-то, давайте начнем. Карта CPU Египт, сам маппер CPU киллер, но он обычно бегал просто под ником CPU. Кто-то его видел, может быть кто-то нет, это и так важно. В общем-то, нету у нас тайм-ресета, несмотря на то, что карта достаточно старая, то, ну, это, собственно, похвально. Но она может не настолько с карой, насколько я могу о ней говорить. Прикольные текстуры, шейдеры, да, все у нас крутится, вертится, все у нас переливается. И сразу же вопрос, можно ли с рампы туда залететь. Нет, с рампы туда залететь нельзя получается. Либо можно, но... Зато есть оба, вот что-что, а оба тут есть. Ну ладно, по-моему нет, как бы смысла в этом нету. Там, здесь клип, 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 вот у нас клип кончен. А, можно вылететь. Можно, только смысл. Ну, ну, не знаю, что-то тоненький какой-то клип, что-то. Если разогнаться достаточно сильно, можно попробовать до него наступить и дальше пропрыгать. В общем-то, не буду спейлилить всю карту. Ну и давайте посмотрим, здесь у нас, кстати, что-то свистилось. Видимо, лесенка не очень плотная, видите, да, вот это вот. Либо баги какие-то. Так, пропрыгиваем лесенки. И вся карта состоит из вот примерно таких поворотов. Еще одна прямая. Такие собачьи сфинксы у нас. И еще одни. Такие змейки. И еще змейки. Параоны тут всякие. Там где-то можно веспы увидеть, роди. Трэшера с Бэтшеду, с кланом. Здесь, если мы падаем, по-моему, ничего не происходит. Но обратно мы не выберемся, да. Обратно мы не выбираемся. Поэтому начинаем заново. Ну такая простенькая. Ничего особенного в ней нету. Обычная стрейфкарпа. Единственное вот, если можно назвать это особенностью, это вот такие вот повороты, на которых располагаются вот такие вот бордюры. То есть заскимить здесь будет затруднительно. Либо надо как-то даблджампом это делать, либо я, честно говоря, не знаю. Ну посмотрим. Вот хейст. Дэмку хейст зарулил. Хейст большой молодец, что участвует в наших мероприятиях. Так, проходим дальше. Главное не упасть в воду. Все хорошо. И вот здесь вот у нас, оп, рампа для ЦПМ. Не долетаем мы. Поэтому будем как лохи по лесенкам. И нас убивает, врезаясь в этот знак, мы финишируем. По роутам тут я даже не знаю, что сказать. Роутов, как бы, понятное дело, что спейсингов и их разновидности очень много. Тут очень будут решать правильные сбросы скоростей. Очень будет решать скилл именно снапа, чтобы быстренько находить для себя зону. И в ней сразу начинает стрейфить после поворотов. Я думаю, здесь очень интересно. Гонки должны быть. Да, вот так вот. Можно. Да, вот. Такая вот карта. Скайбокс прикольный. Прикольные текстурки. Поэтому... Давайте перейдем сразу к демкам. Не вижу смысла здесь сидеть, задерживаться. Так. И ВКУ-3. Юту из Белоруссии. 59,2. Так. Я запись проверю. Все хорошо. О-К. О-К. Да, и тут ВКУ-3, естественно. Такая проблема со ступеньками. Нельзя ступеньки заскимить, как в ЦП. Физика не позволяет этого сделать. Зато можно эти ступеньки по-другому обпрыгать. Что мы, я думаю, увидим в топовых демках ВКУ-3. Ну и здесь, я не знаю. Здесь, честно говоря, и даже по стрейфу какие-то светы давать сложно. Потому что здесь поворот раз, поворот два. Ты постоянно начинаешь как бы серкала и... Не знаю. Ну это трудно давать. Ну вот единственное, по Юту я могу сказать, что надо больше падов что ли поиграть. То есть, именно отточить амплитуду движений из стороны в сторону по худу. И тогда, возможно, все будет круто. Сапожник на 5 секунд, на 6. Перебил Юту. Сапожник. Сапожник. Ну вот как сапожник, допустим. Видите, видишь, он как-то уверенно, да, типа перемещается. Пусть он очень долго жмет прыжок, но он уверенно перемещается туда-сюда. Это дает ему определенный плюс. То есть, скорости у него намного больше на этапах. О, какой рисковый парень, вы посмотрите на него. Чуть ли не это самое там это. Ну и здесь, конечно, либо спамить прыжок, либо пешком. В большинстве случаев просто пешком эффективнее. Так, пусть отправил у нас. Пусть. На 4 секунды, между прочим, перебил сапожника. Давайте посмотрим. Вот сейчас будет такой достаточно хороший пример хорошего стрейфа на самом деле. Вот смотри. Вообще, халфбитом, понял? Даже мышку особо двигать не надо. Халфбит освоил и полетел. Тысячу перед лестниками набрал. Давайте будем брать это как от порвную точку, да? Тысяча перед лестниками. И на кнопку прыжка обрати внимание, что он нажимает прям быстренько так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И у него набирается больше скорости. Потому что зажатый прыжок, он как бы блокирует набор. И скорость набирается очень медленно. Ой, как лесики пропрыгал. Нифига там на вторых лесенках. Вот, топ 11. Нормально. Так, 2 и 1. Григант отжал у Пузефера. Так, тоже была 1000. И чека у меня, к сожалению, нету. Потому что демка онлайн. Точнее, оффлайн. Но бригант тоже отличный. Граунд фрейм. Я думаю, за счет этого, за счет более хороших граунд фреймов, граунд джампов, он сделал тайм гораздо лучше, чем у Пуза. Даже успел павел стрейфить, что тоже неплохо. Но подробнее, кому интересно, мы все рассказывали в гайдах, в туториалах. Можете найти на канале плейлист Defrag Theory. И законспектировать его как-то сделал лунтик. И вот бригант, кстати, он зацепил. Он сделал, получается, минус прыжок. И зацепил финиш. Не прыгая дополнительно там на платформе. Это тоже очень классно. Но, тем не менее, 300 перебил. На 300 кианекс перебил бриганда. Это очень круто, на самом деле. Это реально очень круто. Так. Скорости здесь поменьше, конечно. Но как-то перебил. Вот здесь, возможно, побольше отжал, да? Потому что здесь скорости больше на 100 кианекс. Тоже хорошие граунд джампы. Старался, старался. Видно, что старался. 40 минут сервер тайм. Да, ну хороший, хороший стрейф. Я даже не знаю, что сказать, на самом деле. И тут... Да, ну мог. Но вот это вот... Ну, хотя, с другой стороны, там неоднозначно, зацепишь ты или нет этот финиш, да? Вообще неоднозначно. И с другой стороны, вот можно как кианекс просто очень близко к краю там делать прыжок. И ты 100% сцепляешь. И это, может быть, даст тебе вот этот срез. Может быть, ну, не знаю, ну, полтос, может, даст. И то меньше, может. А может и больше даже, да? Может, я и не шарю. Кто его знает. Но, тем не менее, 2 секунды. Нет. Да? Да. Кет. 2 секунды отжимает. Занимает 3 место. Кеннекс, кстати. Занимает 3. Поздравляем тебя, Кеннекс. 2 секунды отжимает. Кет. Давайте посмотрим. Вот, вот он, эталон. Ну, почти эталон. Это все-таки серебро у нас. Место не первое, конечно. И вот человек огибает лесенки. Смотрим. Опа! Все, нету. Нету лесенок. Зачем ему лесенки, когда есть вот знания физики в 3? Ну, и дальше просто дело техники. Дострейфить. Граунд фреймить. Здесь тоже вот очень важны, кстати, повороты. Вот это был джампом он, грубо говоря, заскимил. Что и дало ему, кстати, очень хороший плюс. Блин, ну кец мини-сенс. Вообще нереально. Да, вот просто без лишних вытрепонов, да, Бельган. Все классно сделал. И Ивух. Ооо! На 200, по-моему, да, перебил. Кето на 300, 200. Первое место. Поздравляем тебя, Никита. Ого! Видим мы качественный стрейф, да, видим очень хорошие граунд фреймы, граунд джампы. Старт тоже был очень хорошим Потому что Прыгал без мини-серкла Такого как Кет И смог сразу так облететь эти лесенки Да, очень круто На фрейм! На фрейм! И в ух носки Неплохо И фрейм отжал у кого-то Либо у себя перебил Либо у кого-то Возможно у Кета там Не, не у Кета, а у Кета же на 300 Ну в общем, да, скорее всего, у себя получают Так, и переходим к ЦП 39,7 Ютуб Снова крайнее место Ютуб, старайся лучше, а, братишка Давай, давай, постарайся Ты сможешь, я верю в тебя Сёрпл не очень хороший 516 Оооо Неплохо сейчас было Нормально Добротно Молодец Молодец Ютуб Красава с рампой просто замес ну да ну говорит что вот я знаю здесь рампа есть поэтому я просто на ней прыгну и не срежу все эти тупые лесенки но тем не менее срезал старт молодец нашел возможно где-то увидел да возможно сам нашел большой большой молодец 2 секунды почти полторы окей срезал булку булка этого мне это понятно укачал всем это самое 510 церков не самый хороший тоже сверху это пропрыгивал все дело интересно пропрыгивал ли хейст потому что не факт что это самый быстрый вариант прохождения и с рампой нет без рампы просто по лестингам пропрыгал на большой молодец жаль там врезался конечно да неплохо но посмотрите ребят ну вот серьезно посмотрите свои посмотрите туториалы по стрейфу по первым прыжкам и научитесь делать первый прыжок потому что первый прыжок это основная составляющая стрейфа если вы очень классно стрейфите перемещаетесь по зонам все у вас вообще классно отлично никого не боитесь любого перебьете на стрейфе но первый прыжок срана и днище у вас перебьет любой потому что первый прыжок это отправная точка это основная составляющая вашего стрейфа хоть это пушки хоть это стрейф хоть что это хоть rocket run в rocket ране тоже самый первый рокет самый важный то есть важно то как вы начинаете а не как вы продолжаете ну типа понятно что все важно но первый прыжок это тем не менее очень важная часть 32 с большим отрывом 7 секунд очень странно что нету промежуточного звена до такого сразу хова 2 30 секунд неплохо перемычная 7 секунд перебил вот виде 545 серку уже получше хотя стрейфил так себе очень много прыжок жмет я вот очень долго живет прыжок и скоростью не набирается очень мало пути не менее заворачивает хорошо заворачивает хорошо скорости теряет мало на поворотах как-то обычно бывает здесь конечно не очень хорошо повернул но тем не менее да и вот первый человек который использовал рампу сделает 32 и сапожник перебивает его на 800 если я правильно посчитал так вообще очень как-то странно начал возможно для спейсинга так начал чтобы даблджам прям вот впритык вот получился может быть но сделай первый прыжок получше и срежь почему не не постараться почему нет я играю фуфан я ж не надо фвц я ж не на экзамене ну и что вы что если ты здесь этого не делаешь значит и на экзамене у тебя будут проблемы понимаешь согласись москаль согласись сделаем вид что ты садовай долл снаб ключи и включу когда хейс будет дальше чина 400 арткор перебил сапожника ну давайте ладно москаль ладно успокойся окей окей москаль смотри вот смотри смотрим 591 прыжок вот и сразу попал на этот шам вот пожалуйста вот очень хорошо поворачивает хорошо стрейфит здесь очень много потерял к сожалению на этом очень много здесь время потерял ну вот из этого поворота кривого немножко потерял очень много на самом деле здесь скорость не играл просто поворачивал и с рампой зацепил каким-то чудом очень странно окей 286 значит еще на 400 кипиш перебивает хардкора кипиш обещал убрать динозавра поэтому наверно поставить что-то другое невыносимое оруще нет это бонус спасибо кипиш мы тебя любим у него первый прыжок 666 2 1 570 это тоже очень хороший результат для средних скилов средних и так скажем малых первый прыжок 550 и выше я всегда стабильно прыгать 550 когда был маленький маленький вот как как лунтик когда был о прикольно кстати повернул прикольно слушай но не совсем эффективно но прикольно прикольно молодец стрейф очень даже хороший честно говоря не посмотрел на прыжок как ты жмешь так что не знаю в целом типа вроде как я не заметил чего-то критичного имейте как-то жалко даже стал с бонусом ты какой-то грустный стал поставь обратно динозавра пусть мы будем беситься но ты будешь в своей тарелке брат плюс 500 сделал ульм вар первый прыжок 580 очень хороший стрейф прыгает как бы вводит по о вот вот отличительная черта вот он не стал выворачивать в ту же сторону просто продолжит прыгать дальше да 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 это очень хорошо что я говорила я забыл из-за того что повернул хорошо ульм вар а уверенно очень уверенно туда-сюда кает по ходу это очень хорошо это полосочек минова на 2 секунды почти перебивает кипиша если никого не пропустил по моему не пропустил так первый прыжок 570 тоже очень хороший результат тоже очень уверенно разгоняется набирает побольше скорости чем кипиш и минова о сохранил очень много скорости и тоже продолжил прыгать просто по направлению 1200 классно очень классно минова молодец прям очень хорошо про стрейфил да не пропустил никого хорошо 264 данный клайд на 200 перебил минову 598 вообще первый прыжок больше молодец правда в снайпинге так понимаю не совсем ориентируется 1300 кстати вот здесь по моему это больше чем остальных и вот финиш что такое еще финиш коварный кто-то может пораньше его зацепить кто-то попозже на самом деле это такое блин надо бы там наверное дико пельнуть и посмотреть как он выглядит и на сотку его обогнал в арбайд про фрэнс лекс тома туда походу или айбон за африксон прикольно 404 первый прыжок вообще классно очень хороший стрейф 900 на вылете практически здесь 1200 еще сейчас если повернет классно ног срезал но все равно продолжает в ту же сторону стрейфить здесь также 1200 нужно набрать еще поднабрал немножко и здесь не стал набирать просто змеечкой пропрыгал и на рамку 25 стадус а это шарлон окей так кьют бонс вот с 5 и 8 первый прыжок хорошие стрейфы тоже хорошие вот тут как-то тут видите нету такой дистанции чтобы отследить какой-то косяк по набору скорости для по что газете у всех есть но чтобы что-то конкретно извлечь эта карта не самое подходящие и и очень хорошо кстати на финиш залетел прямо очень быстро еще использовал вот эту у пирамиды стену которые его дополнительно подтолкнула и 25 4 торнер на 400 перебивает кьют бонса торнер тоже кстати стрейфит очень хорошо и по снапу ориентируется да и тоже очень быстро финишировал но хорошие хорошие демки пошли так 25 384 и карус с млечного пути товарищ тоже стрейфит достаточно хорошо на прошлой карте вы видели его скилуху на прошлом варкапе и финишировал достаточно хорошо да но по вот блин когда вот какая-то другая карта которая более просторная там все поворачивают криво косо как эти круто не за первый раз мышку взяли в руки а когда вот такая карта они все плавненько так ля 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 все мы умеем стрейфить как-то странно вы ребята это боты какие-то блин тут темфакс из чили на пару фреймов перебил и каруса или карус перебил темфакс я уже запутался да ну извиняюсь если не в том порядке на самом деле потому что да я наверное пропустил так 1150 практически там на повороте сохранил это очень много 1400 здесь можно придет на грубо говоря минус джамп а минус пол джамп идет и очень медленный финиш на что такое нет все правильно очень медленный финиш и совсем на чуть-чуть перебивает его пус занимает третье место бронзу и и к слову сказать пус откалибровался от квалифицировался на дуэльный турнир в котором возможно примет участие и прыгал он за танка вот тоже очень хороший стрейф и что и как вас критиковать скоро все прочки станут там вообще нельзя будет критиковать финиш медленно пусс вот тебе понял ты дурак плюс 80 сделал за кен и диср рэндж ибо ты мне угрожаешь или чё за кен и полегче давай поворачивать плавненько поворачивает хорошо и финиш очень быстро прямо очень быстро финиш но просто пусс сделал не очень хорошо финиш а все остальное просто 81 хорошо пус генад наоборот хороший финиш если об остальное простратив плохо несмотря на то что очень хорошо поворачивал очень много скорости сохранял но видимо чего-то не хватило и поздравляем текст вторым местом заслуженную серебро вставишь себе зубы серебряная будешь как прям их есть золотыми зубами 24 3 на целую секунду перебивает из аустралии островый яиц разговаривает полный указки и давайте посмотрим финиш медленно по моему самый быстрый финиш был у у кого у хардкор а что ли ну типа вот по именно по принципу до либо уюту что-то такое или у кит бонса в общем и не вы как говорится поздравляем хейста и кета нет и никиту кета не поздравляют нет никита тоже поздравляю на никиту поздравим чуть чуть больше на целых 300 поактивнее поздравляем с первыми местами большие-большие молодцы давайте отправимся в розер и что мы тут видим а видим мы тут что закончился у нас 219 варкап 220 уже дышит прямо в спину четыре дня всего осталось не забывайте что скоро совсем прямо скоро дуэльный турнир в котором вы должны все показать себя с лучшей стороны я надеюсь что вы не посравите сообщества брака и подготовитесь как следует кто цтempары играйте вы q3 потому что скорее всего придется играть в обе физики кто в утрешники играть я цп потому что скорее всего придется играть в обе физики то хорошо стрейфить играйте пушки последнее время кто плохо стр экономию играйте стрельф в общем-то реально я очень надеюсь что все покажут хорошие результаты. Пишите комментарии обязательно. Давайте я тоже вот тут что-нибудь вот вот так. Крейгазм, ну. И все хорошо. Вот. Так что все. Спасибо всем за просмотр. Все большие молодцы. Ставьте лайки. Не ставьте дизлайки. Дизлайки это зло. Кто ставит дизлайки, это писька маленькая. Ну и обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте, Твич, Ютуб, Инстаграм, Твиттер. В Дискорд. Можете на сайте зарегистрироваться. И вот это все. Все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok